покажу как со свежего молока мы делаем кальцинированный творог в кастрюлю вливаем свежее молоко день а с рыбным днем я не даю мясо творожок кислое молоко ставим на огонь не до закипания молоком такое оно должно быть я всегда так пальцем пробую когда теплая до закипания то есть до кипения доводим но не даем закипеть уже становится более горячим и нам надо кальция хлорид на 3 литра я бросаю обычно 4 10 4 ампулы по 10 миллилитров вовнутрь боже мой как его показать господи попробовала так и молоко начнет створаживаться сейчас она начнет створаживаться у нас получится хороший домашний кальцинированный творожок 4 и начинаем мешать сейчас вы видите как он будет будет створаживаться масса закипеть вот видите начало створаживаться вот каком комочки появляются так стал показать вот появляются комочки то есть это створаживается молоко отходит сыворотка и так надо мешать не дать возможность закипеть молоко сейчас сделаем огонь может показаться на какой-то момент что комочки пропали но это не так это масса створаживаться зачем мешать чтобы хорошо размешать хлористый кальций в молоке вот теперь хорошо видно как отошла сывороткой вот эти вот крупинки сформировались теперь то свечу немножко подожду видите на цвет уже не молоком каждого цвет не молока сыворотки приобретают сыворотка у нас получается при этом тоже кальцинированная теперь мы выключаем и отставляем до завтра чтобы весь сыр собрался в крупинки весь творожочек собрался в крупинки а завтра я вам продолжу я покажу одним видео это вот видите как сыворотка отошла он пытается закипеть но я ему возможности такой не даю и вот видите собирается вот такие кальцинированный творожок получится для деток все и отставляем его в сторону не переливая не охлаждая оно должно стоять в тепле оно подымется и завтра у нас будет творожок который я вам покажу как какой он и как его дети едят вот на следующий день у нас получился мелкий сыпучий творожок не будем давать детям вместе с рыбой